Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил первую школу. Главу региона интересовала готовность проекта «Точка роста». 29 сентября в Ненецком округе откроют сразу три образовательных центра «Точка роста» в различных городских школах. Регион примет участие в марафоне открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей. «Точки роста» заработают на базе трех общеобразовательных организаций региона – в школах номер один, номер три и номер пять. Центры создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» – национального проекта образования. Не по школьному уютная обстановка, яркая и удобная мебель, никаких острых углов, парт и неудобных стульев. Одной из первых в школьную точку роста заглянула 11-классница Оксана Кузьменко. Здесь девушка готовится к предстоящему уроку. Точка роста оснащена современными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами, манекенами, квадрокоптерами, а также оборудованием для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи. Семиклассник Михаил Пластинин увлекается робототехникой. Мальчик уже опробовал дроны, которые базируются в точке роста. Кстати, первое задание от директора школы было посмотреть при помощи дрона, в каком состоянии крыша школьного здания. Кроме того, Миша планирует при помощи этих аппаратов создать на 3D-принтере, который тоже имеется в точке роста, макет нашего города. Дрон возможен для съемок и, например, можно снимать школы с разных видов, дома, чтобы построить, например, те же 3D-модели и строить на 3D-принтере. Можно там прям целый город, но в маленьком формате. Школьники классами младше в точке роста тоже найдут занятия по душе. Например, конструирование. Отличие от обычных моделей в том, что здесь в машинку или самолет можно поставить настоящий двигатель. Или даже можно построить самолет. И они могут даже двигаться. Вот у нас есть такие вот моторчики. Двигатели? Даже двигатели есть. Слушайте, потрясающе. Центры дадут учащимся возможность создавать свои проекты, готовиться к региональным и федеральным конкурсам, форумам, слетам, а также обучаться на новом оборудовании по предметам технологии, информатика, основы безопасности жизнедеятельности. Всем ребятам очень интересно, потому что техника очень новая, современная. Мебель сама, вот, расцветная. Необычная. Не классная, не школьная. Да, да, да. Именно этот стиль паттерн, он очень замечательно комбинирует. Необычные занятия требуют от педагогов такого же подхода. Поэтому учителя, которые будут работать в точке роста, своевременно прошли специальные курсы. Учителя, которые там будут работать, они уже прошли курсовую подготовку. Прошли курсовую подготовку. Это учителя информатики, это учителя технологии, это учителя БЖ. То есть они прошли курсовую подготовку еще весной. В общем, они знают, как работать с этим оборудованием. Оборудование все достаточно новое, очень дорогое. Очень современное. И, в общем, оно позволит заинтересовать детей. Перед официальным открытием, которое состоится 29 сентября, губернатор оставил ученикам первой школы, которые придут сюда на занятия, пожелания. Наверное, пусть мечты сбываются. Безусловно, из вот этой точки роста должны выйти будущие инженеры, программисты. И те занятия, которые будут проходить здесь, они будут формировать, уже закладывать будущее профессии ребят. Я абсолютно уверен, что отсюда выйдут действительно и хорошие программисты, и инженеры, ну и просто нормальные ребята, которые здесь будут там шахматы играть. И, может быть, в зоне лаунж, там просто отдыхать или готовить уроки. Торжественная церемония открытия образовательных центров «Точка роста» пройдет в формате всероссийского онлайн-марафона в режиме телемоста. На связь выйдут почти 3000 общеобразовательных организаций из 80 субъектов страны. Планируется, что к 2024 году в стране появится 16000 центров «Точка роста». Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».